Всем привет! Я снова на Витаве и мы продолжаем наш проект собственного дизайна опоры светильника. Сейчас установим вертикально наш прототип, оценить как это выглядит с высоты человеческого взгляда. Хочу показать вам вот это место, все кто в теме, кто когда-либо что-то варил, зачищал, посмотрите на этот стык. А ведь это заглушка трубы. Посмотрите, это ювелирка, ну в моем понимании. Так это выглядит уже в установленном виде, вертикальном. Мне нравится, если в двух словах. Но при такой высоте это что-то среднее между парковой опорой и такой какой-то трассовой. Такой дизайн сейчас выглядит изрядно монументальным, но в антураже парка это выглядеть будет немного по-другому. Сейчас это просто грунтовка. Если дойдет уже до серии, то будем цинковать их. Вот так примерно будет выглядеть цинкование. Ну в общем вы знаете, как выглядит оцинкованное ведро. Основание будет с пяткой на анкерах, как это делается по-человечески везде, а не так, как мы привыкли, когда столб просто в землю уходит и начинает ржаветь уже на следующий день после установки. Вот в таком виде, конечно, опора живет намного дольше. Ну и в принципе это правильно. Делается бетонная закладная в грунт анкера и просто анкируется. Можно в любой момент снять, в любой момент одеть. Это косынки, конструктивные элементы. Они, конечно, дизайн немного портят, но без них никак. Нельзя 4,5 метровый столб приварить просто к пятке и не сделать вот эти косынки. Посмотрите, как выглядит грамотный лючок. Это очень отличается от того, что мы сейчас видим по городу. С такими фасками с потаями зайдет сюда заподлицо и все, закрепили. Так что наш проект развивается и даже уже подходит к своему такому завершающему этапу производства уже серийной опоры. Повторю, в чем была идея. Идея создать опору для светильника, нашего собственного славутистского дизайна, но так, чтобы это можно было просто изготовить. Чтобы любой человек с ровными руками, с отрезным кругом и со сваркой мог его изготовить. Без всяких таких сложных производственных процессов, типа гнутый металл или переменное сечение. Просто обычные стандартные профиля труб и сварка. И я думаю, у нас получилось. Посмотрим, как это уже будет в финальном виде. Мы планируем первый этот столб, первую опору установить на Московской площади. В тех зонах зеленых, которые мы освободили вокруг сосен. Вот вместо этого фонаря на Московской площади мы установим нашу новую опору. И получится такая интересная локация. Здесь вокруг сосен будет новая зеленая зона, новый фонарь. Так что новый фонарь так станет на площади, всем на виду. Все смогут оценить, покритиковать. Ну и заодно такие две эти новые зеленые зоны появятся здесь. И там вы это уже видели. Вот Александр Копич передал мне уже закладную. Осталось ее замонолитить там на месте. И все, устанавливаем фонарь. Все, ставим его обратно лежа, потому что стоя держать его на производстве небезопасно. Тестовую опору, наш этот прототип, мы цинковать не будем. Это дорого. Ну и вообще из-за одной опоры с этим заморачиваться не стоит. Поэтому сейчас поверх грунта покрасим серой матовой краской. Образно это будет немного напоминать цинкование, но все-таки это немного не то. Но для прототипа, повторюсь, это нормально. Вот такого цвета будет опора покрашенная. Серый мат. В общем, проект двигается, и это очень круто. Все, пока. Начали подвозить фонари из Белгородского бульвара. Так что не кипишуйте, фонари не украли. Все они здесь. Вот так это в куче выглядит сейчас, как какой-то металлолом. Но после реставрации будет красота.